Михаил Николаевич Кудрявцев пришел работать в историко-культурный центр в 2002 году. К тому времени в районе уже было краеведческое общество, в которое вошли энтузиасты этого движения, охватившие тогда, кажется, всю страну. Громадный вклад Михаила Николаевича Кудрявцев вместе с другими нашими краеведами внес в создание историко-культурного центра. Потому что историко-культурного центра, как это со своим каким-то штатом, не существовало. И надо было его создавать. Была проведена Михаилом Николаевичем колоссальная собирательская работа. Десятки документов, связанных прежде всего с историей города, видно. Заслуга здесь Михаила Николаевича Кудрявцева, она несомненная. Для того, чтобы проделать эту колоссальную работу, необходимо было отказаться и от отпусков, и от суббот, и в воскресенье. Потому что каждому из нас приходилось сочетать эту работу со своей основной работой. В фондах нашего центра мы бережно храним все документы, материалы, которые собирал Михаил Николаевич. Я уверена, что они еще долгие годы будут служить для истории Винновского края. Молодость Кудрявцева, его соратников и друзей пришлась на замечательное время. Родной поселок хорошеет и развивается. Его уже называют городом-садом, городом-спутником. В 1957 году, когда в Москве проходил Международный фестиваль молодежи и студентов, Винновчан посетила делегация форума. А в 1958 году у нас создается общество советско-германской дружбы. Когда началась вот эта дружба между немецкими и советскими народами, немцы привезли сюда губные гармошки. Молодые парни, он, Володя Мищенко, Леня Богачкин, они втроем играли на этих самых гармошках губных. Играли они не что иное, как подмосковные вечера. Играли так, как бы сказать, зал вставал, потому что у нас не было такого. Это был не только хороший товарищ, но это был очень-очень любящий сын. Потому что я очень много могу рассказывать, как он трепетно относился к мнению и к своим родителям. Историк-архивист Михаил Николаевич Кудрявцев более 30 лет трудился в системе государственной архивной службы. Там он собирал сведения по истории нашего края. И спешил ими поделиться, работая уже в историко-культурном центре. Он полностью отдал себя работе. У него не было работа, дом. У него все переходило в работу. Он возвращался домой, он начинал там заниматься. У него дома был компьютер, и он продолжал обрабатывать материал, готовить материалы для книжки, для кривических маршрутов, для выставок. Он не считался со временем. В 95-м году в городе начинает вещать телеканал «Видное ТВ». У нас коллектив был молодой, и молодые журналисты, которые у нас работали, как бы продвигали в жизнь свои проекты. А мне хотелось, чтобы конкретно о московском коксогазовом заводе, о «Видном». Пришла Людмила Петровна к нам на телевидение работать. И я вспомнил про Михаила Николаевича, про его изложение в выразительном содержании. Мне это очень нравилось. И вот я попробовал соединить их вместе. И, надо сказать, у нас это получилось. В результате этого тандема было создано много передач по истории не только города, но и района. Видеоматериал хранится на телеканале, на современных носителях и на полках архива. А память о работе с таким удивительным человеком хранится в наших сердцах. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.